Разрушение стереотипов. Главная цель акции должен знать. По словам специалистов, привлечение внимания молодежи к проблеме ВИЧ-СПИДа заставляет лучше следить за своим здоровьем и ведет к формированию толерантного отношения к больным СПИДом людям. В этом году акция приурочена к Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа. Акция направлена на то, чтобы молодежь ознакомить с проблемами СПИДа в нашей стране, каждый должен знать свой ВИЧ-статус. Потому что всякое в жизни бывает. Столкнувшись с диагнозом впервые, люди ищут информацию в интернете и находят непроверенные и устаревшие данные, а иногда и откровенную ложь. Движение ВИЧ-диссидентов распространяет информацию о бесполезности лечения. По их мнению, терапия приводит к проблемам со здоровьем и даже летальным исходам. До сих пор у многих людей есть стереотипы такие, что можно зародиться от зубной щетки, можно зародиться, не знаю, просто с этим человеком бояться общаться, да, воздушно-капельным путем. И благодаря таким акциям можно показать, что люди с ВИЧ, можно с ними общаться, дружить и жить в одном обществе. СПИД – это заболевание, о котором не принято говорить в России. Терапия заболеваний существует и доступна во многих странах. Но из-за отсутствия знаний у людей появляется много страхов и предрассудков. С инфицированными боятся просто находиться рядом. А некоторые больные отказываются от терапии, считая ее неэффективной. Если знать о его существовании, если соблюдать некоторые предосторожности, соблюдать некоторые правила, то с ним никогда не столкнешься. То есть соблюдая правила, зная о существовании ВИЧ, можно избежать заражения. Это не фатальная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Поэтому знания очень важны для безопасности. В конце встречи для всех желающих, достигших 18 лет, провели анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Екатерина Шмакова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.